МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новое введение нового года, что изменилось для украинцев с 1 января. Европейская повестка, что пообещали своим гражданам в новогоднюю ночь лидеры ЕС. Тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в реке вблизи села Демидов, недалеко от Киева. Об исчезновении известной правозащитницы родственники сообщили еще 29 декабря. В полиции версии случившегося пока не комментируют. Но близкие погибшие утверждают, что Ноздровской постоянно угрожали в мотивах и версиях, разбирался Александр Васильченко. Тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в 12 часов дня в водоеме вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области. Женщина была без одежды, хотя украшения остались на ней. Видимых телесных повреждений, уточняют в нацполиции, нет. Мы сейчас пытаемся узнать, как она потрапила в воду, где ее одежда и что стало причиной смерти. Тело будет направлено на проведение судово-медичной экспертизы, которая и даст остаточное заключение, от чего настала эта смерть. Комментировать версии случившегося правоохранители пока не берутся. Тем временем близкие и коллеги покойные утверждают, убили Ноздровскую из-за ее профессиональной деятельности. Юрист вела дело о гибели своей сестры в ДТП. Якобы ранее ей угрожали родственники и друзья виновника аварии. В ставе зникнення і загибелі Ірини Ноздровської дуже багато співпадень, які наштовхують на одну і таку дуже очевидну версію її смерті. Вона неодноразово протягом свого дворічного шляху битви за справедливість заявляла про погрози, які її надходили з оточення підозрюваного по справі загибелі її сестри. І навіть було відкрите кримінальне провадження. Але, на жаль, Ірину ніхто не захистив і ніхто не врятував. Виновник ДТП Дмитрий Росошанский, находясь в состоянии наркотического оп'янення, на своєй машині насмерть збив односельчанку, 26-летню Светлану Сапатинську. Дядя подозреваемого на той момент был главой Выжгородського районного суда. После двух лет судебних разбирательств в суд в Абухові приговорил Росошанского к семи годам лишения свободи. Ірина Ноздровська лично представляла дело своей сестры в суде. Сам подозреваемый вину так і не признал. Ми її не збиваємо! Я правила дорожного движения не нарушав! У Ірины Ноздровськой осталась несовершеннолетня дочь. Александра Васильченко, Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Трагедія за несколько часов до Нового Года. В Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, погиб сам и лишил жизни малыша, который вышел с отцом из подъезда. Все подробности в материале наших корреспондентов. Все произошло около шести вечера в доме по улице Исторической. Молодая семья с ребенком едва успела выйти из подъезда. Отец держал сына за руку. И за какую-то долю секунды на малыша внезапно упал человек. Я только слышал, что удар глухой. Все. Я сначала не понял, потому что то петарды бросают, то с ума сходят, кричат, езжат. Скорая мгновенно приехала, я не знаю, даже по времени. Очень быстро. Сирена необычная такая, очень, знаете, щекочет нервы. На место ЧП выехали три бригады скорой помощи. Со скорой вышла сестричка. Людей столько было, и сестричка говорит, молитесь за малыша. Потому что пытаются реанимировать малыша. Я впервые услышала, как люди вслух молились. Мы вслух все читали, отче наш. Медики говорят, 39-летний мужчина выпрыгнул с 8 этажа и погиб мгновенно. А вот за жизнь малыша, которому было всего лишь год и 9 месяцев, боролись до последнего. Открытая черепно-мозговая травма. Травма шейного отдела позвоночника. Закрытая травма грудной, брюшной полости. Ребенок находился в состоянии клинической смерти. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая успеха не имела. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Жильцы многоэтажки до сих пор не могут прийти в себя. А самоубийцы ничего плохого не сообщают. Он помогал делать ремонты в подъездах, и его никогда не видели пьяным. Что толкнуло мужчину на такой шаг, не знают. Семья, которая потеряла ребенка, его соседи. Живут этажом выше. Сейчас расследованием происшествия занимается полиция. Что самое стало причиной трагедии? Чи перебывал человек в стане алкогольного спьянения, або есть другие обстоятельства, съясуя следствия? Тем временем во дворе, где произошла трагедия, соседи готовятся прощаться с погибшими. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Новые штрафы, тарифы, цены и зарплаты. Первый день 2018-го принес украинцам много изменений. Одна из них монетизация льгот. Она только стартовала и будет проводиться в три этапа. Сегодня начался первый на уровне поставщиков коммунальных услуг. О других нововведениях в нашем материале. Ездить в населенных пунктах в новом году придется медленнее. С 1 января МВД меняет правила для водителей. Разрешенная скорость в пределах городов и сел уменьшится с 60 до 50 км в час. За превышение грозит штраф 3400. Это максимальное же наказание свыше 40 тысяч за езду без прав. Также в первом квартале года должна заработать фото и видеофиксация нарушений. Вырастет цена и на электроэнергию. Уже с 1 января она подорожает на 9,5%. А к концу года еще на 6%. Пока что рост тарифов коснется только промышленности. А вот населению придется больше платить за воду. Дороже всего она обойдется потребителям в Харькове. Там холодная вода будет стоить 8,38 гривен за кубометр. В Днепре 6,5, а во Львове 7 гривен за куб. Всего тарифы на водоснабжение изменили для 60 водоканалов. Существенно подорожают сигареты. Из-за повышения акциза их цена вырастет на 2,7 гривен. В зависимости от марки и производителя. Вместе с тем с нового года в Украине вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум. Также запланировано увеличение зарплат учителям в среднем на четверть. А также выплат военнослужащим в 4,5 раза. Децентрализация останется приоритетом для Кабмина. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. Сообщает пресс-служба правительства. По словам Гройсмана, местные бюджеты в прошлом году увеличились почти в два раза до 170 миллиардов гривен. В 2018 государство выделило 6 миллиардов гривен в фонд регионального развития. Часть этих денег потратят на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад, отметил премьер. В Украину по отпечаткам пальцев. С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на границу заработал биометрический контроль для иностранцев. Пограничники фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки. Процедура касается граждан 70 стран, которые входят в так называемую группу риска. Среди них и Россия. С начала суток такой контролю уже прошли почти 3000 иностранцев, 500 из них россияне. На обустройство новой системы потратили 300 миллионов гривен. Госпогранслужбе считают, что она сделает пересечение границы более удобным и безопасным. А в Черном море пограничники задержали иностранное судно с контрабандой. Военные корабли заставили его причалить в порту Одессы. На борту обнаружили почти 2000 ящиков сигарет без акцизных марок. Документов на этот груз не было. Контрабанду везли из непризнанной Абхазии в Болгарию. Судно шло под флагом Танзании и сейчас оно под арестом. Новый год без тишины. Боевики на Донбассе даже на время праздника не прекратили обстрелов. Перемирие нарушали на Донецком направлении. В районе Павлополя били по украинским позициям из минометов запрещенного калибра. Но даже под огнем наши бойцы нашли время для праздника с оливье и десертом. С передовой материал Геннадия Вивденко. Мобильная группа с новогодними подарками от командования идет на передовые позиции в районе Авдеевской промзоны в пакетах сладости. Противник усиливает огонь из стрелкового вооружения. Из-за плохой погоды, видимостей они... Нет, просто нам сейчас по прямой бежать. Оттуда. Вот, будешь поворот. Сейчас посиди минуту. От огня прячемся под разрушенным зданием. Канун новогодной ночи сейчас противник проводит прострел наших позиций. Так поздравляют с наступлением нового года. Туман боятся, видимо. Какая-то мелочь это уже событие. Тем более здесь. Например, сегодня такая мелочь была какая-то новогодняя? Или на днях? Нет, на самом деле. Ну, привезли что-нибудь вкусненькое нам, да, наше командование. Уже радость. Там выплатили вот нам, да, там, подъемную допомогу. Там вообще поздравления от президента. Я не знаю точно, как оно. Уже, как бы, есть что домой отправить, чтобы близкие порадовались, да. Уже радость. Ну, из таких мелочей и состоят большие радости. Чтобы 18-й год был поспокойнее, чем 17-й. Всем счастливых перемен. Да, чтобы все, вот как в этом составе вы есть, чтобы вот так в этом составе и оставались. Даже больше, да? Да, ну, прибавление-то хорошо, главное не на минус. Хорошо. Спасибо большое. А вы от Нового года чего ожидаете? Только перемен в лучшую сторону. Здесь три десятка метров до противника, но праздничное настроение дистантникам никто испортить не может. Чего готовите? Расскажите. Какой рецепт? О, вот он рецепт. На все хватит? Конечно, на вас хватит. В блиндажах готовят праздничный обед для тех, кто на передовой в новогоднюю ночь. Бутербродики, оливье, как положено, отпразднуем. Наготовили много, вдруг там соседей придется наших, придут гости. Так что будем, будем встречать красивый Новый год. Несмотря на эти условия на передовых позициях, десантники готовы к Новому году в ящике со снарядами от гранатометов. Шампанское. Детское. Будет у нас на Новый год шампанское будем отмечать. Детское. Детское. Вот лимонад, клубника. Это будет у нас советское, а это у нас будет одесское. Здесь с ароматом клубники и сливок. Это у нас будет одесское. Шуба будет у нас главным блюдом. Кто готов? Все чуть-чуть готовили. Кто степень робил, кто те. Все помогали, все работали, старались. Сегодня с утра все. Все хлопцы приходят, смены, помогают. Стараемся все делать, чтобы потом можно было 12 ночи сесть и отметить. И чтобы после хлопца на посты. Для праздничной ночи на передовой десантники стараются выглядеть подобающе. Заходили в голубых беретах, в голубых беретах и выйдем, как оно было. Так что в этих беретах наши побраты мы захищали Украину, поебали. Так что для нас это, я думаю, для каждого десантника голубой берет это был, есть и будет, останется святым. Хочется чистого неба над головой, чтобы дети бегали, игрались, катались. На горках всяких, без этих всяких взрывов и тому подобное. Ну, все еще добавили. Просто мера хочется, и все. У этого десантника дочь родилась совсем недавно. Через два часа на пост. С третьим Новый год на пост. Как раз у вас там и вид будет, да? Ну да. Раз ротация, вот я как раз. Факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры проходит в эти минуты в столице. Полиция заявляет о нескольких сотнях участников. В этом году активистов меньше, чем в прошлом. Колонна прошла от университета имени Тараса Шевченко по Крещатику до Майдана на Залажности, где находилась Веча. Движение транспорта на этих улицах частично перекрыто. По данным полиции, акции проходят без провокаций и происшествий. В Иране массовые антиправительственные протесты. Тысячи людей вышли на улицы и требуют экономического благополучия. Во многих городах серьезные стычки с полицией. Из-за насилия уже погибли 12 людей. Счет задержанных идет на сотни. И это по официальным данным. Кого подозревают в организации беспорядков, расскажет Виталий Акушмирук. Иранский город Мишхед. От недовольной сложной экономической ситуации, высокими ценами и безработицей, люди вышли на протест. Не прошло и двух дней, как локальная акция разрослась до масштабов целой страны. На улицах Тегерана студенты забрасывали правоохранителей камнями. А в городе Керманшах полиция разогнала демонстрантов водометами. В правительстве утверждают, акции были организованы из-за рубежа. В ответ власти проводят митинги в свою поддержку. Мы обнаружили доказательства присутствия правительственных врагов и иностранных разведывательных служб, действия которых привели к столкновениям. Что же касается смерти двух человек, то силы безопасности не стреляли. Мы никогда не стреляли в людей. Мы хотели, чтобы протест закончился мирно. Иранских протестующих поддержал американский президент Дональд Трамп. В твиттере он написал, что Иран не очень успешная страна и народ там страдает. Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатств Ирана. Нарушаются права человека. Президент Ирана обвинил Трампа в двуличии. Дескать, совсем недавно он сам называл иранцев террористами. Этот человек в Америке, который сейчас пытается сочувствовать нашим людям, забыл, как всего пару месяцев назад назвал иранцев нацией террористов. Прилепил такой ярлык. Этому человеку, который против иранцев, теперь их жаль. Это подозрительно. Беспорядки на улицах иранских городов не прекращаются уже пятый день. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти заблокировали доступ к Инстаграму и Телеграму. Так будет сложнее собирать людей на несанкционированные митинги. Виталий Кушмирук, подробности, телеканал Интер. Израиль и США договорились ликвидировать иранского генерала. Косема Сулеймани считают координатором военных действий в Иране, Ливане, Сирии и Ираке. Об этом сообщает кувейцкая газета Аль-Джорида со ссылкой на собственные источники. Они утверждают, что дискуссия между Израилем и США продолжалась три года. При этом израильтяне могли уничтожить Сулеймани еще три года назад, когда он находился недалеко от Дамаска. Но тогда американцы остановили союзников. После этого израильская разведка продолжала следить за генералом и еще несколько раз имела возможность его ликвидировать. Ядерная кнопка у Ким Чен Инна все время под рукой. Она нужна, чтобы США не развязали войну. Так заявил сам северокорейский лидер в новогоднем обращении. По его словам, КНДР миролюбивая и ответственная страна и свое оружие используют только в случае угрозы. Но в то же время вся территория США находится в радиусе действия ядерных ракет Пхеньяна. Впрочем, Ким Чен Ин назвал это констатацией факта, а не угрозой. Согласовать новую миграционную политику, реформировать еврозону и закрыть вопрос Брекзита. Это планы Евросоюза на 2018 год. Что еще обещали своим гражданам в новогоднюю ночь, европейские лидеры расскажет наш брюссельский корреспондент Елена Абрамович. В 2017-е в Брюсселе называют весьма успешным. Количество мигрантов значительно уменьшилось. Правые популистские партии и евроскептики провалили выборы в таких важных странах, как Франция и Нидерланды. Политику номер один в Европе Ангеле Меркель тоже без особого труда удалось в который раз сохранить за собой кресло канцлера Германии. Но вот с формированием коалиции все сложилось не так просто. В своем новогоднем обращении Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Мы, общество, со множеством голосов в хорошем смысле. В то же время нас объединяет уважение к достоинству и свободе каждого. Нам нужно снова сосредоточиться на том, что у нас общего, стремиться к большему вниманию к людям. Услышать и понять других – это мои пожелания к Новому году. С обещанием преодолеть любые сложности обратилась к гражданам британский премьер Тереза Мэй. В 2017-м ей удалось завершить первую фазу переговоров по Брекзиту о его цене. Заключить окончательный и полный договор о разводе – общая цель Британии и Евросоюза на 2018-й. Хотя и с очень разными приоритетами. Лондон ищет наиболее мягкий выход, Брюссель пообещал – жесткий. Но этот вопрос заслуживает не более 15 минут обсуждения в неделю, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, гораздо важнее говорить о будущем ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон пообещал народу сделать 2018-й годом национальной сплоченности. В Брюсселе же на повестке дня реформа еврозоны и новая миграционная политика. И, кстати, возглавит Совет Евросоюза в ближайшие полгода страна, которая может повлиять и на украинский вопрос – Болгария. София еще осенью обещала – будет добиваться отмены антироссийских санкций. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Полторы тысячи машин сгорели на парковке в Ливерпуле. Изначально загорелся один автомобиль, но вскоре огонь перекинулся и на другие. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жителей окрестных домов. Все машины сгорели дотла. Владельцам советуют обращаться в страховые компании. Воспользоваться услугами страховщиков придется и жителям Парижа. В новогоднюю ночь во французской столице и ее пригородах хулиганы сожгли около 250 автомобилей. Всего полиция задержала почти 200 человек за разного рода хулиганство. Четыре человека пострадали в результате взрыва в итальянском Турине. Сдетонировала самодельная бомба. Ранены два марокканца и два итальянца. Взрывная волна повредила припаркованное авто и выбила стекла в домах. Устройство заложили в мусорный бак на окраине города. В ходе обысков полиция обнаружила на той же улице еще 12 самодельных бомб. Полиция начала расследование. Как отпраздновали Новый год в Нью-Йорке, Париже и Рио-де-Жанейро? Зачем римляне бросались с моста в реку? И как выглядит свадьба на 400 пар? Об этом не только в нашем обзоре. Около миллиона человек на центральной площади Нью-Йорка Тайм-сквер торжественно встретили новый 2018 год. Толпа растянулась на 17 кварталов. В течение нескольких часов зрители развлекали звезды американской сцены. К кульминацией торжеств стал спуск хрустального шара, одного из главных новогодних символов США, по шпилю высотки. Ну а когда часы пробили 12, люди на площади по старой традиции стали целоваться. Не меньше людей пришли встречать Новый год в Париже. Все они собрались на Елисейских полях. На одну из главных достопримечательностей французской столицы, триумфальную арку транслировали световое шоу с разнообразными футуристическими изображениями. А после полуночи запустили фейерверки. А в жарком Рио-де-Жанейро праздник встречают в купальниках и под ритмы самбы. На самом известном пляже Бразилии Капакабана по самым скромным подсчетам собралось 2 миллиона человек. Кульминация ночи – 20-минутный салют. Его запустили прямо с баржи на воде. Бразильский ревельон – местный сочельник. Одно из самых ярких событий в стране наряду с карнавалом. В канун праздника сюда съезжаются миллионы туристов. В Индонезии в новогоднюю ночь устроили массовое бракосочетание. Под венец одновременно пошли 437 пар. Все они из малоимущих семей, достатка которых не хватило на уплату государственного регистрационного сбора. Организовал массовую церемонию муниципалитет индонезийской столицы вместе с одним из благотворительных фондов. Такой формат узаконивания отношений тут не в новинку. Церемонию проводят уже далеко не впервые. Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер, продал на аукционе поддельную ракетку под видом той, который играл на Уимблдоне 1999. Об этом сообщает газета Bild. По информации издания, спортсмен якобы выручил за подделку 10 тысяч евро. Деньги должны были пойти на благотворительность, но фонд, с которым контактировал бывший теннисист, до сих пор ничего не получил. Адвокат Беккера утверждает, ракетка была подлинной. Римляне бросаются с моста в тимбр ради благополучия. Этой традиции уже 65 лет. С приходом Нового года смельчаки один за другим ныряют в холодные и не очень чистые воды реки. В этом году нашлось всего четверо желающих прыгнуть. А вот зевак на мосту с каждым годом собирается все больше. Самолеты сбиваются с пути. Индийский Нью-Дели затянул густой туман. В таких условиях едва что-то видно на расстоянии вытянутой руки. В городе транспортный коллапс. Авиарейсы отменяют один за другим. Люди вынуждены ждать, когда улучшится погода. Перебой не только с воздушным транспортом, но и с поездами. За последние сутки отменили уже 56 железнодорожных рейсов. Метеорологи говорят, туман продержится в городе еще три дня. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности о фремном эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова